Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна. Глава 4, с 27 по 30 стих. Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям, людям. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сказала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему. Толкование. От слов Господа сердце женщины так возгорелось, что она и водонос свой оставила. Так скоро она в воду Христу предпочла колодезю Иакова, и верою, обнявшую ее сердце, возводится в звание апостола, учит и привлекает целый город. Поистине душа, воспламененная божественным огнем, не смотрит ни на что земное, ни на стыд, ни на бесчестье. Вот и она не стыдится обнаружить свои дела, но говорит, который сказал мне все, что я сделала. Она могла бы сказать иначе, пойдите, посмотрите пророка, который пророчествует, но она не говорит так, а презирает мнением о самой себе и имеет в виду одно только. Не говорит утвердительно, что он Христос, но не он ли Христос? Для утвержденной Для того, чтобы их самих привести Ибо если бы она утверждала, что он Христос, то некоторые, быть может, не согласились бы, не приняли бы мнение ее как женщины, отверженной. Источник крещения, которым он облагодетельствовал наше естество, как бы некоторую самарянку. Все источники крещения справедливо может быть назван источником Иакова, то есть запинателя, Ибо всем источники всяк попирают дьявола. В нем и Господь разрушил голову дракона, которого отдал в пищу людям эфиопским. Ибо драконом всем не иной, кто увеселяется и питается, как люди омраченные и черные по душе, не имеющие участия в божественном свете. Самарянка есть и всякая душа, которая неразумно подчинилась пяти чувствам. Потом приняла и ложное учение, как бы шестого прелюбодея, но которой Иисус благодетельствует или крещением, или источником слез. И слезы могут быть названы колодезем Иакова, то есть ума нашего, попирающего злобу. Воду сию пьет и сам разум, и дети его помыслы, и скот его неразумная часть души, гнев и пожелания. Ибо слезы служат освежением для ума, и для помыслов, и для прочих сил души. Аминь. 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 Ну какой пример нам эта женщина подает? Кем она тут названа? Самарянка. Да, Самарянка. Вот то, что мы прочитали к нам, как это относится. К тебе лично. Чему ты научился из этого отрывка? Было ли у тебя такое, чтобы вот тебе кто-то бы сказал бы о твоей прошлой жизни? И ты бы сказал, о, да ты пророк, и побежал бы благовествовать. Можешь такое припомнить? Не можешь? Или на исповедь побежал бы слезы у тебя, кто-то бы тебе там на твой грех указал, тебе стыдно стало. Вот. И ты, как вот она, что мы тут читаем-то? Смотри. С какого мы стиха-то читали? Не можешь припомнить, да? А, Василий? Про что? Ну вот, про что? Про самарянку. Вот она, что ей Христос сказал-то? Какие слова? Он ее прошлое открыл. Ну. Как что он ей сказал? Вспоминай. У тебя было пять мужей. Ну. И шестой, которого ты ныне имеешь? Не муж тебе. Не муж тебе. И что она? Она удивилась, откуда он мог это знать, да? Ведь она же шестого-то скрывала. А он, когда перед этим спросил, ты замужем? Она говорит, нет. Не замужем. Он, видать, прелюбоденчила, видать, с ним. Но она, видишь, она не постеснялась и призналась в этом. Понимаешь? Так он открыл все карты ее. Все карты ее. Вот. Я тебя спрашиваю, вот, было такое, чтобы кто-то, вот, раз бы все карты твои открыл бы. Не было. Не было такого. А сам ты когда-нибудь рассказывал, карты открывал кому-нибудь о своей прошлой жизни. О своей прошлой жизни. Ну, тебе только. Мне только. А больше никому. А что ты вдруг мне вдруг решил открыться-то? Я же не батюшка. Ну, ты начал вытягивать с меня. Вытягивать с меня. Ну, и тут же самарянки Христос-то рассказал и все. Он ничего не вытягивал. Он ей прямо сказал, ты такая-то рассекая. Ну, такая. Он наш Творец. Он все знает. Он все знает. Все знающий. Все исполняющий. Вот. Ну, если ты в это веришь, как так получилось, что ты мне открыл грех твой, а потом сказал, ничего не было. Творец же все знает. Зачем ты так поступил? Ну, я тебе сказал, ты же не батюшка. Смотри, вот читай. Вот и она. Вот это тут отсюда, с этого места. Читай. Вот и она не стыдится обнаруживать свои дела, но говорит, который сказал мне все, что я сделала. Вот. Чему нас эта женщина учит? Вот это вот слово. Не стыдится обнаруживать свои дела. Не стыдится обнаруживать свои дела. А ты, получается, открылся мне, а потом постыдился. То есть, грех тебе делать было не стыдно, а признаваться стыдно обнаружила, чтоб все обнаружилось. Не, ну так она, это, она-то уже, это, скумекала, что это не простой человек, ну, пророк или вы же пророк. Ага. А ты чё скумекал-то, что я простой человек и зря ты мне открыл грехи свои. Ну, ты же не батюшка, я чё перед тобой должен исповедоваться. Да не должен ты передо мной исповедоваться. Ну, так а чё тогда? Ну, так Господь-то знает наши дела и стыдиться не нужно. Написано, признавайтесь друг другу в грехах ваших. И в житиях святых читаем. Не, ну, признавайтесь одно, а вытягивать из человека то, что он скрывает, так же не должно быть. Ну, вот была женщина скорченная, и Господь её исцелил. Скорченная, ты вот столько ходил в общину, всё время скорченной ходил. Вот. А потом, когда я из тебя этот грех вытянул, ты его исповедовал, и ты распрямился, вся община даже это увидела, ты глаза поднял к небу-то. Тебе как груз с неба спал. Вот. Это таинство и исповеди такое. А ты сейчас меня в этом упрекаешь. Так же эту скорченную... Так и упрекаю я за то, что... Если бы я от себя сказал сам, а то ты вытягивал с меня. Ну, если ты сам на исповедь, сколько ты... Ну, вытягивал, но я про чё и говорю, тоже не батюшка. Ну, если ты к батюшке не идёшь на исповедь, сколько ты в общине? И сколько ты раз исповедовался? Ну, давно, в общем, исповедовался. Три раза. Один раз не получилось. Ну, три раза. Первый раз перед крещением, второй раз не получилось, а третий раз я тебя пинками туда загнал. И ты после этого распрямился, стал улыбаться, песни петь. И ты меня в этом упрекаешь. Я упрекаю, я тебе сказал, в чём я тебя упрекаю. В чём ты меня упрекаешь? Ну, это... Ну, на бумаге составили ещё. Ну, а ты вытягивал с меня. Если я не хочу, зачем ты вытягивал с меня? Ну, та скорченная женщина... Всё так бы ходил бы скорченный. И сейчас скорченный ходишь, под грехами гнёт-то. Давят грехи тебе? Или не давят? Почему-то всё время... Ну, давить-то давят, но... Ну, а чё? Ну, ты же не батюшка. Чтоб с меня вытягивать. Батюшке-то я откровенно говорю, а тебе... Тебе же не надо вытягивать с меня. Если бы я признался тебе самолично, а то ты вытягивал с меня. Ну, а у тебя жить-то сколько осталось? Тебе сколько лет? Восьмой десяток попёр. Ну, восьмой десяток пропёр. Попёр. Попёр. А в Писании как написано? Лет человеческих 70 лет. А при большей крепости 80. А у тебя какая большая крепость-то? Ты не сегодня-завтра уже предстанешь пред Господа. Да, Бог знает, какая крепость. Я же сам не знаю, какая... Ну, вот. Но ты не молодой. Только Бог знает. Ты не молодой. Тебе скоро душа предстанет пред Господа. Не молодой, не молодой. Ну. Как Райкин говорит, огня нет, но ещё дымится. Дым ещё идёт. Ну, опять у тебя эти блудные мысли. Дым какой-то там дымится. Не, ну я сравнение тебе дал. Ты говоришь, только Бог знает, сколько отпущено. Вот. Ты же не знаю. Я не знаю. Аля. Отвлекаешь? Говори быстро. Ты... Доставляю... Акуд... Ну понял. Ты 1200. Да, да. Да, да. Ну пиши смс-к адрес, я доставлю. Время. Ну в течение дня я обычно доставляю. Или тебе по времени, или по времени надо. Ага, ну все, давай. То есть ты упрекаешь, что я старого человека загнал пятками на исповедь, что ты исповедовал все грех, так же и эти фарисеи Христа упрекали. Вот есть шесть дней в субботу, у них исцеляй. Я тебя подвиг к исповеди, подготовил тебя. Ну, на бумаге. А ты меня мордой в грязь. Я говорю, в тундру, то не надо перейти. Ну если ты сам не идешь, как? Если человеку совесть не подсказывает, нужно его наставить, научить. А как? И меня так же. Я тоже на исповедь не ходил, мне тоже сестра одна. Я ее благодарю за это. Надо идти. Она меня к этому подвигла. Я ей очень благодарен. А ты, получается... Не, ну на бумаге составили, но зачем это? Душу наизнанку выворачивают. Если я не хочу, ты вытягиваешь и вытягиваешь. Ну и как ты не хочешь? Грехи свои. А вот эта женщина, она, Христос ей сказал, а она не стыдилась. Ты грешить... Ну, батюшка одно, ну а ты-то другое же... Грешить стыдился... Да, батюшка одно, а ты-то другое... Грешить не стыдился... Из-за чего я это... Николай Фольгоев ушел. Зачем вот это выворачивать-то? Если это... Ну а почему? Насиловать. Зачем вот это? Если я не хочу, а ты насилуешь. Ну тебе плохо было после исповеди? Ну хорошо. Ну я плохо сделал или хорошо? Не, ну составили на бумаге хорошо. Хорошо. Ну а зачем так делать-то? Ну чтобы было хорошо. Ты же сам сказал. Ну хорошо, но на бумаге хорошо. Ну я говорю, зачем насиловать-то? Ну а если ты добровольно не хочешь признаваться в грехах. Ну а как, вот поймали вора... Ну Николай Фольгоев даже понял. Он не сознает. Да Николай Фольгоев, он уже давно гниет в этом состоянии. Он сам может быть в этом грехе, поэтому он и выскочил. Я сразу сказал, все они раскаянные, прелюбодеи, все повыскакивали. А почему вся община не ушла? Не, ну он понял, что ты меня насиловал просто. Вытягивал с меня. Ну это хорошо или плохо, что ты исповедовал грех? Ну я тебе пример говорю. Плохо, да? Ты же не батюшка, чтобы меня это... Как исповедовать или как? Ну я тебе не исповедовал, я тебе помогал готовиться к исповеди. Ну правильно. Задавал тебе навалящее вопрос. Я тебе благодарю, что составили на бумаге. Ну а остальное это... Ну зачем вытягивать, если я не желаю, чтобы это открылось? Ну а почему вот эта самарянка-то, она обрадовалась, что Господь ее вытянул, все ее грехи, все и рассказал ей прям? Ну так я могу только перед Богом этот грех пока исповедовать, а не перед тобой. Нет, нет. Господь сказал, он дал власть человекам прощать грехи. Человекам. Да, я не батюшка, у меня нет такой власти прощать грехи, но у меня Господь поставил в церкви учителей, наставников и пророков. Ну и тебя Господь ко мне направил. Ну ты сверстся, я не знаю, до предела уже. Ну я могу тебе открыть, ну анонизмом занимался, ну и че? Ну и я занимался, ну и че? Ну и че? Ну и че? Ну я вот это и не хотел, чтобы ты узнал. Ну а зачем ты говоришь? Ну такая, ты это... Наглеешь до предела, так и че-че-че. Ну я тоже до предела. То есть занимался? Потерял. То есть... Ну анонизмом занимался, ну и че? Ну и я занимался, ну и че? Ну я не стыжусь, мы вот сейчас читаем. У нас дьявол как делает? Грех делать не стыдно, а признаваться стыдно. И поэтому все вот эти вот тайные грехи мы скрываем и не открываем на исповеди. Поэтому ходим скорченные, на бровях в храм заезжаем. Не, ну батюшке-то я исповедовал этот грех. Ну а тебе-то, это зачем тебе-то знать этот грех мой? А я у тебя этот грех и не спрашивал. Ты его сейчас сам открыл. Открыл я тебе то, что ты говоришь, ты бледовал или че? Ну? Ну вот, я, 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 я... Что-то отстал ты от меня, я говорю, как банный лист пристал. Я тебе и сказал, что бледовал. То есть... Ну, а этого не было. Как это не было-то? Ну, не было. Заворюшь ты. Ну, женщину не было. Ну, анонизмом занимался. После крещения? После крещения. Ну, так бы и сказал. А что ты говоришь, что женщина у тебя была? Так ты же не батюшка, чтобы это все, все, все до, это, до глубины колодца, до, как говорится, до земли все почерпнуть. Ну, ты вот, я тебе открыл этот грех, ну, ты пойдешь там, кому-то брякнешь еще. Я из-за этого и не хотел тебя открыть. Батюшка-то никому не будет рассказывать, а ты можешь брякнуть. Ну, ты же знал, что на камеру все это снимается. Тогда ты можешь это стереть на камеру. Ничего, у нас все записывается, все выставляется в интернет. Ну, так вот, и вот это ты можешь стереть. Да, а зачем? Ну, зачем? Ну, а зачем на весь мир пускать-то? Это только Бог должен знать. Не мир, который погряз во грехах. Мир погряз во грехах и не хочет каяться. Понимаешь? Ты принял крещение, ты ни разу на исповеди не был-то. Понимаешь? Занимался анонизмом и не исповедовал этот грех. И ты, анонизм, садился с нами за стол, елся за одним столом. Понимаешь? Ну, об этом должен знать только батюшка. Ты понял? Ты не стыдился. Ты это понял? Это должен знать только батюшка, а не ты. И весь мир вот этот. Грешный пролив. Пусть знает, понимаешь? Любодейный. Пусть знает этот весь мир, как нужно делать. То есть, согрешил, нужно идти на исповеди, каяться и больше это грех не делать. Понимаешь? Вот пусть этот весь мир и знает. Все прелюбодеи, анонисты, мужеложники, скотоложники. Путь один. Господи, прости, и на исповедь к батюшке. А не так, что покрестился и ходит, анонирует, и за одним столом со всеми ест, и пьет, и все, и с капустой в бороде сидит. Зачем крещение это принимал тогда? Если знал, что это грех, и с этим грехом жил. Не, ну ты с батюшкой спорь, а не со мной. С батюшкой поговори. Вот с батюшкой поспорь. Чья, куда чья сила? С батюшкой, а не со мной. Где чья сила? Как открывать? Как закрывать? Кому выкладывать это все? Но почему ты батюшке этот грех не открыл? До того, как я с тобой. Ну вот я тебе говорю, с батюшкой поговори. Вот у него спроси. Почему? Когда ты принял крещение, 8 лет не ходил и не исповедовал этот грех, и жил в этом грехе. Отвечай. Я говорю, это разговоры с батюшкой, а не со мной. Ты мне на батюшку, ты мне сейчас говори. Ты у меня живешь, не батюшка тебя в дом принял, понимаешь, от мороза спас, а я. И ты меня еще бодаешь тут сидишь. Я не бодаю тебе. Свинья неблагодарная. Я для тебя не бодаю. Батюшка, батюшка. Ну езжай к батюшке, потеряй, живи. Ну я вывернул, тебе все должно. Ну и благодари. Так грустно с плечи-то спал, ты стал хоть улыбаться иногда. На человека стал походить. Ходила нанюга скорченная, понимаешь. Почему ты 8 лет грех этот не исповедовал, занимался нанизмом? Я говорю, у батюшки спроси. Я в батюшке исповедовал при крещении этот грех. Но если ты этот грех исповедовал при крещении, почему ты стал им дальше заниматься-то? Ну вот я у батюшки говорю, спроси, почему это так случилось? Ты не у меня спрашивай, а у батюшки. Почему так случилось? Да ты член общины, понимаешь, мне общины. Ну вот я ей говорю, почему я сорвался? У батюшки спроси, почему я сорвался? Я-то не знаю, почему я сорвался. Вот у батюшки спроси. Ты меня хоть убей, я не могу ответить на этот вопрос. У батюшки только это надо спрашивать, а не у меня. Ты меня хоть убей, я на этот вопрос ответить буду. А и батюшка на этот вопрос не ответит. Никто не знает, что в человеке, кроме духа, человеческого, живущего в нем. Я не знаю твоей мысли, понимаешь? Но мне в моем нобе анонис не нужен, понимаешь? Я этот грех исповедовал при крещении, а больше этим грехом не занимаюсь. Ну, как разговор был, что вы не до конца подготовили меня, вот и все. Я могу так ответить. И меня не до конца подготовили. Ну, ну... Понимаешь? И меня также авансом крестили. То есть, какой вывод надо делать? Надо тщательнее готовиться к исповеди. И до крещения не допускать раньше, чем через 3-5 лет. Я не говорю, про чем разговор был. То есть, пока у человека твердой веры нету. Не до конца меня подготовили и все. Да. Да. И я тоже был не готов. У нас вот много общего с тобой, ты понимаешь? И я за этот грех 3 года стоял в общине. Не за анонизм. Там покруче было кое-что. Я не стыжусь этот грех исповедовать. И эта женщина не стыдится. Понимаешь, как? Грешить не стыдимся, а открыть весь грех. Я тебе вот пример приведу. Ты мои зубы показал на это. И что? На весь мир. И что? На весь земной шар. И что? И это тоже покажешь на весь земной шар. Конечно. А в зубах какой грех? Я удивляюсь. Но ты веришь, что Бог вездесущий. Все грехи, которые ему не исповедовал, все узнают. Ты попадешь... Нет, это должен знать только Бог. Не весь земной шарик. Только Бог должен знать. А не весь земной шарик. Так? Так ведь. Да ты же не веришь, что ты пристанешь пред Богом и весь земной шарик узнает о твоих грехах неисповеданных. Ну так это откроется, когда? Так лучше пусть сейчас при жизни откроется, а там не откроется. Господь говорит, исповедай эти грехи, я брошу их за хребет, и никто не узнает. Как сердце убилю. Почему Бог так сделал, что должен быть посредник именно человек? Да, определенное есть таинство исповедей, да. Он и поставлен Богом. Но он поставлен человек. Человек. И ты пока человеку не расскажешь свой грех, он говорит, я только свидетель. Почему Бог поставил свидетелей именно человека? А что? А потому что перед Богом-то покаяться очень просто. Все сектанты так делают. Согрешили, прости Господи. А вот человеку, всему миру открыть свой грех, ох как тяжело. Стыдно. Перед Богом грешить не стыдно, а перед людьми, перед общиной стыдно сразу. И ты сразу раз заднюю такой включил, а ничего не было. Ты меня вытянул клещами. И сразу батюшка, батюшка, батюшка. А что ж ты к батюшке не пошел-то? Восемь лет ты жил в этом грехе. А сразу раз, а ничего не было. Ты пристал, ничего не было. Ты что, вот эти восемь лет свято жил, ничего не было. Тут же грешный, многогрешный, супергрешный. Тут же ничего не было. Батюшка. Че ты как уж на сковородке-то сразу? Батюшка смотрит на человека, а не видит. А как он на тебя смотрит-то? Ты принял крещение и больше ни разу не был у него. Че тебе на смотреть-то? Ты когда из общины... Ну, я в оглашенных, но вне церкви. Ну... А кто тебя от церкви отлучал, когда? Ну, в оглашенных хожу. Ну, ты после крещения кто тебя когда-то отлучал? Батюшка тебя отлучал? Да, я не знаю, все что-то посовещались и отлучили меня и все. Когда? А я не знаю, когда. Ты даже не знаешь, в церкви ты... Посовещались все. Ты даже не знаешь, в церкви ты не в церкви. Община между собой посовещалась и отлучили меня. Когда посовещалась? Ну, как я долго не ходил в церковь. Ну, а есть каноны... Ну, вот и в оглашенных оказался. А почему ты долго в церковь не ходил? Ну, духовно упал. Почему? Почему ты духовно упал? Соблазн мира всего. Какие? Да все хоры. Ну, кто тебе... Кто, кто? Ну, полностью плоской оказался и все... Духовное все отлетело. Ну, кто тебе научил, не ходи в храм? Я говорю, упал духовно. Как? Пол полностью духовно отлетело все. Само по себе. Плоское все навалилось. Как? Само по себе? Ну, само по себе, наверное. Ты в этом не виноват? Ну, если я не до конца подготовлен был ко крещению. Кто в этом виноват? Не знаю. Кто тебя готовил ко крещению? Я не знаю, кто меня готовил. Поручитель Виктор Андреевич. Виктор Андреевич. Он тебя пригласил на занятия? К Игнату Тихоновичу в университет. Да. Сколько ты лет ходил на занятия? Ну, около трех-много лет. Три года. И через три года тебя предложили крещение. Кто тебе предложил? Ну, меньше, больше, я не знаю. Ну, почему ты не сказал, я не готов? Только от меня это не зависит. Мне это, конечно... Как это не зависит? Мне это, конечно, хотелось побыстрее покреститься. Ну, а я откуда знаю, готов, не готов. Сварился я, не сварился. Я же не знаю. Это только со стороны виднее. Я же не знаю, я как каша. Сварился или не сварился. Я же про это не могу сказать. Ну, я вот по себе тоже. Я когда крещение принимал... Я могу и сырую кашу. Ты моруешь, можешь варить или не варить. С этого момента... Как я готов, не готов. Ну, мертвого от живого можешь отличить? Был мертвый. Ну, как вот, родился человек свыше духовно или не родился? Дела плоти делает или дела духа? Вот. Ты... Я вот по себе, когда принимал крещение, я понимал мне, что рано и знал... Ну, у меня вперемешку было и духовное, и плотское. То есть ты... Как бы... То есть ты... Вот так было. То есть покаяния у тебя не было. Как на аптектичных местах. Да, да. Вот так вот было. То есть, что у тебя и что у меня покаяния истинного не было. То есть плот... Говорится, баланс наполовину. То есть плотское мы не отвергли до конца. Ну... Вот. Ну, батюшка нас крестил, допустили, у тебя был совет перед крещением? Голосование было? Сколько человек было за, сколько против? Помнишь? Ну, перед крещением вопросы тебе задавали? Ну, задавали... Там символ веры, ты говоришь, там, или что-то все. Символ веры. То есть ты за то, чтобы готовить к крещению как можно тщательнее, чтобы потом человек... Ну, да, да я и так с большим трудом это выучил. Символ веры. Ну, как говорится, это... Понятно. Голопом по Европам.